В Тавде, где-где, да-да, почти что в Ревде, только в Тавде, в тамошней исправительной колонии номер 19 прошли пятидневные учебно-методические сборы кинологов, ну, естественно, их служебных собачек. Событие для Тавдинской зоны, прям скажем, не уникальное, о такой собачьей стороне жизни гуфинцы время от времени отчитываются, в этот раз ничего принципиально нового на сборах не случилось, но мы о них, пожалуй, все же расскажем, а знаете из-за чего? Из-за Божьей воли. Прикиньте, руководитель сборов, главный пенитенциарный кинолог области Алексей Листратенко отметил двух лучших кинологов на сборах, и одним из двух оказался Божья Воля, ну, это фамилия такая, прапорщик внутренней службы из местной ИК-19 Владимир Божья Воля, ну и, конечно, его верный пес по имени Дик, да, вот такое банальное имя, Дик. Такие вот неожиданные фамилии встречаются у нас в горах время от времени, не знаю, фамилия Божья Воля, она обязывает к смирению или наоборот. Вот как человеку реагировать, если ему постоянно говорят, да будет на все Божья Воля, а он, да это ж я. Если же соскочить с фамильярности и обратиться к кинологическим сборам, то с точки зрения зрителя наиболее эффектной частью был поиск натасканными собаками взрывчатки или наркоты. Ну вот, например, старую покоцанную четверку нафаршировали наркотиками под крышкой бензобака, а бонятельная собачка довольно долго и настойчиво ходила вокруг да около, все вынюхивала и ведь в итоге нашла таки эту наркоту. Все вышесказанное касалось взрослых собак, уже состоящих на службе в разных пенитенциарных заведениях. Но есть в системе гувсин и место, где обитают совсем маленькие щеночки, еще не служебные, то есть по возрасту еще не попавшие на службу, но стремящиеся к ней. Речь идет об единственном в наших широтах племенном питомнике служебного собаководства, дислоцирующемся в деревне Старой Решоты на территории тамошней колонии-поселения с самым патриотичным номером 66. Ну, если кто вдруг не в теме, то это региональный номер Свердловской области. Так вот в этом питомнике выращивают и дрессируют мелких собачушек для службы в зонах. Вот будьте любезны, знакомьтесь, немецкий овчар по имени Фил. Это один из девяти песиков, которых готовят к ближайшей передаче в пенитенциарные учреждения региона, которое случится 11 июня. До тех пор Филу придется многому научиться и побороть многие страхи. Фил, вперед. Да, хорошо, Ляля, молодец. Ай, молодец. Хорошо, вперед. Хорошо, молодец. Хорошо. Ну, мы заботимся о кавказских овчарках, среднеазиатских, немецких. И с этого года у нас появилась бельгийская овчарка. С того года даже. Вперед. Фил, вперед. Кормим сейчас натуральными кормами мясо, каша, молоко, творог, яйца.